Всем привет! С вами Амортис и это новый обзор мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Существует достаточно много головоломок, завязанных на физике и взаимодействии предметов. От многими любимой It Works до нашего сегодняшнего пациента. Зовут его Spring Lions и в переводе это означает «забрызганные острова». Это продолжение игры «Спринкл», которая вышла год назад и лишь около того. Многие говорят играли в неё, но для меня первая часть игры прошла как-то мимо. Жанр игры, как я уже говорил, физическая головоломка и из жанра вытекает сюжет. Как и в большинстве подобных игр, сюжет здесь прост, незамысловат и является почти незаметным дополнением к движку. Здесь, например, от нас требуется ездить на пожарной машине и тушить пожары. Но начнём с меню. Меню, в принципе, такое же, как и во многих-многих играх. То есть оно представляет из себя список миссий, которые открываются по мере прохождения. Ну и статистика. Обычно, конечно, рейтинг представлен в виде звёздочек, но здесь у нас капли. От одной до пяти. Чем больше, тем, соответственно, лучше. Тут всё понятно, так что давай посмотрим, что у нас в самой игре. А в игре мы пожарная машинка. Притом, знаешь ли, такая флинстоунская машинка. С каменными колёсами и деревянной башней. Ездить ею мы не можем, она ездит сама. Останавливается у очага очередного возгорания. И вот тут в дело вступают наши с тобой пальцы. Ладно, только твои, а то как-то странно звучит. Ну, в общем, нам нужно управлять этой вот самой деревянной штукой. Пожарный рукав. Кажется, так это называется. Управляем мы им, просто таская его пальцем вверх-вниз по экрану. Как и положено, первые уровни элементарно просты. Нам надо просто подъехать, залить водой огонёк и ехать дальше. Но вот потом уровня с восьмого начинаются проблемы. Приходится учитывать физические свойства окружения, а также нашей жидкости. Вообще, честно говоря, жидкость это не слишком-то похоже на воду, если только внешне. Но глядя, как она спокойно сдвигает немаленькие такие камни, мне на ум приходит только ртуть. Ну да ладно. Если вкратце, всё происходит вот как. Нам даётся какое-то определённое количество воды на весь уровень, мы едем вперёд, пока не натыкаемся на очередной пожар, и после этого прицеливаемся получше. Чем дальше, тем сложнее это сделать. Ведь чтобы погасить весь огонь, нам нужно выстреливать водой так, чтобы она сдвинула какие-то препятствия, чтобы нужный камень упал в нужное место и нажал на нужный рычаг. Всё это интуитивно понятно, так как, как я уже говорил, игра завязана на физике. Чтобы начать водоиспускание, нажимаем на большую красную кнопку в левом нижнем углу экрана. Притом поливать нужно как можно аккуратнее, ведь чем меньше воды ты израсходуешь к концу миссии, тем выше будет твой рейтинг. Кроме того, иногда приходится действовать не только точно, но ещё и быстро. Например, когда встречаются горящие домики чуваков, живущих на этих самых островах. Вот честно, не знаю, что делали эти чуваки, чтобы устроить такое количество пожаров. Но если дом одного из них успеет сгореть, ты проиграл, и будь добр проходить миссию сначала. Графика и звук. Ну тут ты и сам всё видишь. Графика мультяшная и схематичная. Всё довольно няшно, мило и красиво. Звук тоже радует ухо. В принципе, музыка подходит к происходящему. В общем, давай переходить к итогам. Обычно я говорю о плюсах и минусах игры. В этот раз я минусов просто-напросто не вижу. И единственная игра, конечно, на любителя. Не каждый любит головоломки. Но если ты этот самый любитель, тебе однозначно понравится. Если же нет, то тоже, скорее всего, понравится. Короче говоря, скачай и погляди. Очень милая игра. На сегодня это всё. Если понравился обзор, ставь лайк, подписывайся, комментируй и всё такое. С тобой были Николай Подгурский, Фёдор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!